Грустный рыжий кот однажды пришел к крыльцу дома, буквально умоляя людей помочь. Местная жительница случайно заметила безухого котика, который пришел в поисках еды. Он выглядел как тот, кто не ел уже много дней. Женщине стало жаль несчастное животное, ей захотелось ему помочь. Кот выглядел очень печально. Эта женщина, по имени Изабель, жила в канадском городе под названием Монреаль. Изабель была так впечатлена жалким видом кота, что она не смогла пройти мимо. Кот явно нуждался в медицинской помощи, это был вопрос жизни и смерти. Женщина обратилась в группу, занимающуюся спасением животных. Там помогли оказать необходимую помощь. По информации из соцсетей, кот никому не принадлежал, несколько лет скитаясь по городу в полном одиночестве. Быть уличным животным очень тяжело. Котик отморозил уши в зиму, которая выдалась особенно сложной. Большая часть пораженной ткани просто отвалилась, на другой же развелась инфекция. Как коту удалось выжить? Не совсем понятно. Однако он справился и, когда ему на помощь пришли спасатели, с огромным энтузиазмом залез в предложенную переноску, как будто чувствовал, что его хотят спасти. Оказалось, что кот уже взрослый, ему примерно 7 лет. Также все его тело покрыто шрамами от уличных боев и поражено блохами. А еще у кота оказался кошачий выче, что было невероятно печально. Ветеринары начали давать ему антибиотики и попытались вылечить проблемные зубы, состояние которых было действительно плачевным. Коту дали имя Хансик. Специалисты шутливо предполагают, что все свои кошачьи жизни это невезучее животное уже потратило. Хотелось бы верить, что они ошибаются и что-то из 9 жизней еще осталось. Около 3 месяцев ушло на то, чтобы котику стало лучше. Хансик поправился и снова учится доверию к окружающим. Только оказавшись в приюте, кот старался держаться подальше от людей, не давал себя трогать лишний раз. Но сейчас все изменилось, Хансик уже не такой нелюдимый, как прежде. Он оказался довольно ласковым котом, который обожает быть рядом с кем-то. Кота взяли на передержку, где он ощущает себя совершенно спокойно. Хансик любит поглаживание, всегда мурлычет в ответ на них. Люди, которые временно взяли его к себе, очень довольны его поведением. Это действительно хороший кот. Когда-то такой несчастный, забитый кот стал теперь почти толстым и очень довольным. Сложно поверить, что еще совсем недавно он был на грани смерти. Но у Хансика до сих пор нет своего дома, где его бы любили и заботились о нем до конца жизни. Найти такое жилище котику еще предстоит. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями про животных.